Добрый день, дорогие друзья, с нами на связи Иркутск. Как прошел первый день? Штатно, ожидаемо. Мы обладаем информацией, к сожалению, не обладаем на 8 часов, уже когда закончилось голосование первого дня. Но в 15 часов избирательные комиссии, все региональные подсчитывали явку. И очень долго подсчитывали, что это 2 часа целых. И потом, где-то после 17 часов, начали объявлять по всем территориям Сибири и Дальнего Востока. Как мы все понимаем, трехдневное голосование было придумано для того, чтобы можно было административным путем заставить бюджетников и силовые структуры. Но вот у нас удалось меньше 7%. Это самый низкий практический результат из тех, которые я знаю. Значит, вот в Якутии 10%, в Магадан 14%, в среднем от 7 с лишним 8-9% по большинству территорий Дальневосточного округа. Ну, несколько выбивается из этого ряда ТВА, где 35,7% проголосовал уже на 15 часов. Но это тоже, к сожалению, прогнозируемая ситуация. Значит, можно сделать общий вывод, что вот, наверное, того, чего хотели добиться в первый день по явке, а у нас ведь в истории нашей страны достаточно много было, когда на досрочные голосования приходили и 20, и 30, и 40, и 50%. Вот этот процент гораздо меньше, чем раньше достигали. Поэтому мне кажется, что с одной стороны понятно, что приведут, и мы по всем субъектам видели фотографии, есть и съемки, где есть очереди из сотрудников правоохранительных органов, силовых, Министерства обороны, тех же бюджетников. Но эти моменты единичные, и именно на тех избирательных участках, куда их сконцентрировали и сосредотачивали всех, скажем, бюджетников, для того, чтобы они откреплялись и ехали вот сюда. На других участках ситуация была вполне такая нормальная. Завтра ожидается, да, повторение, по-моему, разгляд? Вот мне трудно сказать, если у них, извините, хватило ума распределить на два дня, ну, скажем, сегодня в первый день силовиков, а на завтра, ну, скажем, тех же бюджетников или представителей так называемых естественных монополий. Вот. Если хватило ума, потому что если бы пришли там сегодня все, вот, то тогда вообще было бы столпотворение, по-моему, видно было бы из космоса, что, значит, что у нас происходит здесь. Вот. То, ну, мне кажется, что вряд ли. Мне кажется, что завтра, в завтрашний день процент будет поменьше. Есть, надо сказать, все-таки отдельные случаи. В Приморье отдельные участки, где до 80% уже проголосовало. Ну, да, я вот думаю, когда они выйдут на заветность 146% такими темпами. Но в целом, вот, на мой взгляд, все-таки Дальний Восток, Сибирь, Север держатся крепко. И пока вот так людей массово загнать, как баранов, не удалось. И это очень хорошо. Ну, и плюс нервы сдают, похоже, у некоторых людей, потому что мы видели сегодня опять подложная листовка. Вот помните, мы рассказывали, была подложная газета, да? Сегодня утром уже подложная листовка была, где якобы от имени Левченко, причем даже не только от имени партии, от имени Левченко, призывали пенсионеров отдать куда-то там, вернуть деньги, которые они получили от Путина, но чтобы, соответственно, подорвать популярность кандидата, что она хочет у вас деньги отнять. Потом была еще какая-то сегодня такая вот уже газета, да? Нет у вас листовочки продемонстрировать, Борис Юрьевич? Панические движения были достаточно массовые. Ну, как вы понимаете, сегодня уже агитация запрещена, поэтому, значит, тем не менее, выпускали газеты, которые, значит, не имеют права распространять кандидаты от Единой России, разбрасывают. Значит, вот Борис Юрьевич показывает, вот она, вот эту вот... Чуть-чуть повыше, Борис Юрьевич, пожалуйста, чуть-чуть. Выше можно, выше, пожалуйста. В виде телеграммы там. Так. Кстати, обратите внимание, она клеилась поверх другой листовки, поверх листовки кандидата Щапова, кандидата от КПРФ. Они клеились вот так намертво. Причем содрать можно было одну, убрав только другую вместе с ней. Вот так. Да, и сегодня, значит, с поличным поймали, значит, дочь одного из депутатов-единороссов, которая занималась подкупом, с поличным, потому что ее уже несколько дней, так сказать, за ней наблюдали, вели. И это там, насколько я понимаю, достаточно много, значит, улик для того, чтобы предъявить обвинение. Вот. Депутат Государственной Думы был заснят, что он лично, значит, резал колеса у машины другого кандидата. Да, боже мой, это какие-то... У нас тут весело. А на экзит-полы какие-то, может быть, данные, если кто-то проводил? Мы будем проводить, мы запланировали, но мы будем проводить 19-го. А, ну, ссылаться на те экзит-полы, которые, значит, мы не проводили, я бы, наверное, не стал. Единственное, что вот сегодня у нас был один политтехнолог, который сказал, что, значит, большое количество, до 60% людей на выходе отказываются сказать, за кого голосовали. Хотя мы же понимаем, что это люди, как сказать, пригнанные, приведенные. И, казалось бы, они, значит, и должны говорить, и подтверждать, но, значит, большинство, значит, не признается, как проголосовали. Это тоже, значит, ну, только такой факт, который, наверное, позволяет, значит, сказать, что они проголосовали не так, как их заставляли. А сибиряки к этому склонны. Чем сильнее заставляют, тем больше обратная реакция. Из Якутии, простите, мне звонили, сказали, что у них тоже по их опросам лидирует КПРФ. Может быть, с не таким уж большим отрывом, но лидирует. Однако, тут есть один момент, это первый день, то есть эти голоса в большую вероятность будут украдены просто. В первый день как-то наладить работу наблюдателей, чтобы они фиксировали, и вот сегодня, самое главное, они остаются там. Как вообще эти процессы? Следим, мы определили те участки, где вполне возможны эти вещи, потому что участковые комиссии разные. Я и в прошлый раз говорил, есть люди, значит, достаточно честные, есть представители Компартии, наших союзников, председатели участковых комиссий. Поэтому мы не видим необходимости наблюдать именно за этими. Но есть участки, где они уже за многие годы, за многие участия в выборах требуют, значит, более пристального внимания. Мы за ними следим. Следим, и что касается наших наблюдателей и членов комиссии, очень много вот такой фото и видео фиксации вот этих вот привезенных людей, каруселей, они засняли. И, естественно, что мы подали необходимые заявления для того, чтобы, значит, вот и правоохранительные органы, и избирательные комиссии принимали меры, чтобы этих каруселей не было. Скажите москвичам, что свобода идет с Востока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!